Привет, друзья! Меня зовут Александр Хилько. Многие из вас знают меня прежде всего как основателя школы звука XSSR Academy. Но помимо всего прочего, я являюсь еще и руководителем и аудиодиректором студии AK Audio, которая уже более пяти лет делает качественный звук для игр. Работая в AK Audio мы с моими коллегами озвучивали множество различных игр совершенно разных жанров, начиная от мобильных RPG и заканчивая шутерами для PC. Этой осенью состоялся релиз нашего очередного проекта MMORPG Skylore с красочным геймплеем, качественной графикой и открытым миром. Перед нашей командой стояло множество задач. Например, мы реализовали систему интерактивной музыки, дронов, поработали над саунд-дизайном и структурировали динамический микс, ну и многое другое. Работа получилась достаточно объемной. За все время работы над Skylore мы создали около 10 тысяч ассетов для озвучки каждого события, персонажа, арены или локации. Так как это мобильная игра, то на этапе сведения мы также позаботились и об оптимизации контента, чтобы он не перегружал систему. Так, например, я, используя бач-процессинг, срезал лишние низкие частоты у всех ассетов, чтобы аудиодвижок не обрабатывал их в реальном времени. Давайте подробнее рассмотрим основные принципы, которыми руководствовалась наша команда при озвучке Skylore и которых мы всегда придерживаемся при работе над другими проектами. Привет! Я саунд-дизайнер студии IKI Audio, где выполняю множество задач. От разработки звукового концепта до режиссуры голосового озвучивания. Проект Skylore весьма разнообразен. Игрок встречает большое количество персонажей и боссов и следует более сотни локаций. Можно играть в режимах PvP, PvE, образовывать гильдии и выполнять квесты. Перед нами отрывок геймплея в PvP-режиме. И мы находимся в локации фракции хранителей. В карте звучит 2D Ambience и присутствует множество мелких деталей, которые озвучены как 3D-объекты. Все игровые персонажи делятся на 6 раз и 5 классов. Способности одного и того же класса имеют схожее по настроению звучание, чтобы игроку было легче ориентироваться на слух в бою. Основной вызов, с которым мы столкнулись, был в определении стилистики. Это затрудняло подбор референсов, так как ни одна игра не подходила по всем параметрам. Изначально стиль был задан более казуальный, даже мультяшный. Однако достаточно быстро стало понятно, что это не сработает, потому что игра более глубокая, с проработанным геймплеем и нарративом. И так мы сместили стилистический фокус на более реалистичное звучание, но без перегрузки микса. К примеру, изначально были озвучены шаги абсолютно всех мобов, а также их состояние ожидания и агрессии, и все это значительно перегружало звуковую картину. Поэтому мы пришли к решению облегчить микс, пожертвовав менее значительными звуковыми событиями. При этом мы оставили детальную и скрупулезную проработку каждой локации. Практически все объекты, расположенные в них, вариативные звучат детализированно и полновесно. И поскольку многие из событий занимают практически весь спектр, нам нужно было следить, чтобы они частотно не конфликтовали с другими эффектами. В итоге нам удалось настроить баланс таким образом, чтобы можно было и погрузиться в исследование, и вовремя услышать приближение противников, при этом получая неназойливые оповещения о достижениях и игровых событиях. Привет, меня зовут Алексей Ваулин, и я выполняю функции лид-саунд-дизайнера и композитора в студии AK Audio. В мои задачи входит интеграция нашей команды в рабочие процессы игровых студий. Помимо саунд-дизайна и написания музыки, я также работаю с кодом и осуществляю подключение звукового контента в игровые движки. Когда я начинал писать музыку для игры Skylore, то в первую очередь задумался о том, как передать настроение и дух двух различных фракций, светлой фракции Хранителей и более воинственного Легиона. Разделение на фракции в Skylore чем-то напомнило мне Альянс и Орду, самой популярной ММО-РПГ World of Warcraft, поэтому я опирался на эту игру как на референс при создании музыки и некоторых звуков. Для создания заглавной композиции, которая встречает нас в меню, был выбран темп выше среднего, порядка 150 ударов в минуту, который бодрит и настраивает нас на приключение. Первая часть композиции посвящена теме Хранителей. Это более легкая, светлая музыка, начинающаяся со струнных астената. Основной мотив здесь исполняется на скрипках и виолончели. Также можно услышать арфы, подчеркивающие легковесность мотива и его волшебность. Тема фракции Легиона более воинственная, маршевая, с большим количеством медных инструментов и хорового пения. Чтобы связать две композиции, мы повторяем основной мотив из первой части только уже на Валторнах. При смене фракции, звук подтверждения выбора персонажа и звуки окружения также меняются. Этим мы специально, еще до начала игры, постарались подчеркнуть принадлежность героя к определенной вселенной. Первая локация для фракции Легиона это Либрариум. Внешне она похожа на некоторую волшебную библиотеку. И для нее в качестве референса я использовал музыку из первой части фильма о Гарри Поттере. Оттуда была взята палитра инструментов и общее настроение. А вот, например, другая локация, представляющая собой лавовый биом. Здесь я использовал медные духовые инструменты. На самом деле, в фэнтезийной музыке сформировалось некоторое клише отражать лаву и какие-либо постройки гномов с помощью медных инструментов. Взять хотя бы тот же город гномов Ironforge из World of Warcraft или тему гномов из недавнего сериала по Властелину колец. Второй пример использования такого музыкального клише это использование фагота в биоме болот. В большом и многообразном мире Скайлор есть не только классические локации с болотами или лавой. Для совершенно уникальной локации мира афиров мы создали музыку в духе фильма «Бегущий по лезвию», только, конечно, в менее мрачных и тревожных тонах. Для создания этой музыки я активно использовал синтезатор «Дива», который считаю наиболее подходящим для воссоздания аналогового звучания синтезаторов 80-х. Что касается логики воспроизведения музыки, то мы реализовали систему, которую я в свое время подчерпнул из игры Albion Online и немного доработал. Когда игрок заходит в какую-либо локацию, сначала звучит приветственная композиция, которая длится от 15 секунд до минуты в зависимости от среднего продолжения нахождения игрока в данной локации. Затем идет пауза, и спустя некоторое время уже звучат зацикленные вариации на тему приветствия. Так мы связываем локацию с определенным мотивом, но и не даем игроку устать от него. В основных городах фракций Эхо и Амбер игрок проводит больше всего времени. Поэтому, чтобы разнообразить звучание, мы добавили систему дронов, которые представляют некоторую тональную подложку и активируются в определенных зонах. Эта подложка не звучит постоянно и чередуется небольшими отрывками тишины. Система интерактивной музыки, реализованная нами в аудиодвижке EFMOD, опирается на особенности геймплея Skylore и достаточно проста. У нас есть фаза исследования и фаза битвы. При переходе в состояние битвы, EFMOD начинает воспроизводить тему сражения через специальный транзиент, а в обратном направлении мы переходим через плавное затухание и воспроизведение темы для фазы исследования. КОНЕЦ КОНЕЦ Скайлор Скайлор населен большим количеством мобов, порядка 150 видов. Для того, чтобы они звучали разнообразно, мы разделили их на категории. Критерием качества мы выбрали возможность с закрытыми глазами определить тип способности, размер и происхождение персонажа. Как правило, большинство подсказок уже содержатся в визуале, из которого мы можем определить анатомию персонажа, понять, есть ли у него рот, может быть, пасть, возможно, он артикулирует каким-то другим способом. Какой он по характеру? Задиристый или вялый? Безобидный или злой? Должен ли он раздражать или умилять? Ответы на подобные вопросы помогают добиться индивидуальных интонаций при работе с актерами. Тоже короткий, да, все? На удар? Полученные записи можно смешать, например, с записями голосов животных. В большинстве случаев мы предпочитаем использовать собственные записи. Слои для паучихи, яичная лапша. Это дает нам свободу и в выборе оборудования, и в выборе техники записи, и в итоге позволяет контролировать звуковые фактуры, формируя именно тот звук, который нам необходим. Нередко мы дополняем записи синтезом. Как вы заметили, проект получился очень объемным. В нем много саундизайна, музыки, ну и различных систем. И в играх такого уровня жизненно необходимо создавать сбалансированный и приятный микс, чтобы игроки не уставали и вся информация была легко расслышана. Поэтому, когда я приступил к сведению, то выбрал в первую очередь самый загруженный отрывок геймплея с наибольшей интенсивностью событий PvP-сражения. Все звуки подчинены определенной логической иерархии по уровням важности. Например, звуки первого уровня это те, которые игрок должен слышать со стопроцентной вероятностью урон, здоровье главного персонажа, ключевые навыки и смерть. Уровни ниже это менее весомые события, которыми можно пожертвовать ради более информативных атаки противников и их смерти и урона. Также на озвучку врагов влияет и степень его угрозы. Враг, с которым сражаемся непосредственно мы, будет стоять по иерархии выше с другими врагами. Затем через систему пропайлинга аудиодвижка F-MOD я записал по канально звуки всех логических уровней и сначала все свел внутри DAW, имитируя динамический микс. То есть уровни, которые стоят выше по приоритетам, своей громкостью давят сайдчейн компрессорами уровней, которые ниже по иерархии. Далее выставлял балансы, значения компрессоров и затем уже перенес их в звуковой движок. В этом проекте F-MOD стоит около 8 компрессоров, которые подчинены вышеописанной логике. И что самое удивительное, это абсолютно не нагружает движок и не снижает производительность системы. В заключении хочу сказать, что это был действительно важный для нас проект. Мы вложили в него много сил и времени. Настолько детализированная игра требует в равной степени детализированной озвучки. Это объясняет то, что мы скрупулезно подходили к каждому персонажу, локации или мобу. Это во многом удалось благодаря слаженной работе внутри команды, четкому взаимодействию с заказчиком и правильной расстановке приоритетов. Ну а с вами была команда Aiki Audio. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока.